Рахмон отменил хадж для некоторых категорий людей. В Москве задержаны протестующие трудовые мигранты из Центральной Азии. Выступая на церемонии открытия среднеобщеобразовательной школы в районе Рудаки, состоявшейся 3 октября, президент Таджикистана Аймам Али Рахмон, помимо заранее подготовленного текста, заявил Для двух групп лиц мусульман совершение хаджа не является обязательным. Это те, кто хорошо относится к своим родителям, и они довольны им. Вторая группа лиц – это те, кто за счет своих средств занимается строительством дорог, мостов, водоснабжением, или же посвящает себя полностью исследованием для новых открытий во благо человечества. Такие деяния превышают различного рода поклонений и хаджа, добавил он. Следует отметить, что, конечно же, все перечисленные Рахмоном дела являются благодеяниями, но совершение хаджа считается одним из пяти столпов ислама, и в этом нет разногласий среди исламских мазхабов, включая ханафитский мазхаб. Для каждого мусульманина, имеющего возможность к совершению хаджа, он является обязательным, и никакие другие действия не могут снять эту обязанность с мусульманина, насколько благими бы они ни были. Что же касается строительства дорог, школ, мостов и обеспечения населения водоснабжением, по исламу это входит в прямую обязанность государства, а не отдельных ее граждан. Часть 4 статьи 152 проекта Конституции Исламского государства, подготовленного одной из международных исламских политических партий, гласит, Из государственного бюджета Байт-Уль-Маль оплачиваются жизневажные общественные службы и отрасли хозяйства, как содержание дорог, мечетей, больниц и школ. При нехватке средств немедленно собираются дополнительные налоги для покрытия соответствующих расходов. Как отмечают наблюдатели, режим Рахмона вот уже на протяжении нескольких лет перекладывает прямые обязанности государства по благоустройству населения страны на отдельных лиц, в основном на местных бизнесменов, причем против их воли. В Москве 1 октября полиция задержала рабочих компаний «Ингеоком», протестующих из-за невыплат заработной платы. Среди протестующих было немало уроженцев Центральной Азии. Расскажите, пожалуйста, что за суд сегодня был? По данным правозащитников, задержаны 16 человек, более половины из которых являются трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии. Их направили в отделение полиции Пресненского района в центре города. Как передает портал УВД-Инфо, акция проходила возле здания правительства Москвы. По словам активиста Александра Зимбовского, рабочие пришли к зданию столичного правительства в надежде добиться справедливости в вопросе выплат заработной платы. До этого они обращались в другие инстанции, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. История с невыплатой зарплаты компании «Ингеоком» тянется уже многие месяцы. Ее работники уже не в первый раз вышли на публичную акцию из-за невыплаты зарплат. В марте 2016 года протестующие были возмущены тем, что не получали денег на протяжении пяти месяцев. По словам правозащитника из Таджикистана и Крама Хамуралиева, строителям приходилось работать без выходных по 10-12 часов в день, без соблюдения техники безопасности и норм трудового права. Уважаемый Таджикистан, Узбекистан, одни п***и! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...